Приветствую вас и ситуация следующая. На самом деле вам не нужно ничего ломать в себе, не нужно меняться по трассе под других людей и в частности под других мужчин, мужчина, который вас подчинил, был тираном, человек достаточно слабый и неуверенный в себе. Этим объясняется его нежелание, чтобы, например, другие мужчины видели вас в купашнике. Этим объясняется его желание запретить вам делать все, что вы хотите, потому что это не все потенциальные угрозы ему. И по сути дела, такой мужчина, он использует вас как среди средств. Ну, естественно, говорить это все можно с изрельной долей предположения, потому что для каждого человека все посвольно. Вот вы говорили, что вы легко отказались от своих увлечений. Сноуборд, музыка и так далее. А возникает вопрос, вот вы в этих отношениях, вы были сейчас вот с парнем? Если да, если вас не угнетало его отношение, если вас устраивало, все. Если вам нравилось так жить, то если вам это по душе, то изменитесь, встретите мужчину любого, получите представление о том, какая у него идеальная женщина для него и станьте этой идеальной женщиной. для кого-то нужно, как вы делали, кому-то наоборот, нужно постоянно спорить, ссориться, притираться друг к другу и так далее. Кто-то нравится, кому-то нравится, когда женщина лично доминирует, мужчина подчиняется. по-разному бывает. Идеалы всех разные. Но вот вы встретите такого мужчину тогда, желание которого вы могли выполнить, и знать для него той, о ком он всегда мечтал. И будет тогда вам счастье. если вы готовы оставить свое увлечение, если вы готовы наступить на сам себя, ради того, чтобы не быть одной. Можно говорить о том, что это неправильно, но лично я думаю, что мы здесь не для того, чтобы вас судить. Выделите того, чтобы вам помочь. Если вы хотите быть мужчиной, если вы хотите любой сыновой быть мужчиной, то это ваш выбор. Главное, чтобы вы в идеале были счастливы, чтобы вы в итоге получили то, чего вы хотели. Если быть в паре, это то, чего вы хотите на данный момент, и хотите сильнее всего, что ж, тогда что делать, я вам сказал. Но, понимаете, если обратная сторона, когда вы, допустим, потребность в мужчине удовлетворите, на первое место начнут выходить другие ваши желания. И они никуда не денутся. И может статься так, что удовлетворив одно желание, вы не сможете удовлетворить другие. И в итоге будете несчастливы. И для этого нужно проанализировать, как вы чувствовали себя с вашей мужчиной при ручке. вы говорите, что плакали, вы говорите, что вам было не по себе. Но в итоге-то вы смирились или нет? Если нет, то тогда ситуация следующая. Как можно активнее общаться с другими мужчинами, как можно больше иметь круг общения, чтобы встретить того, кто принял бы вас такой, какая вы есть. Потому что любовь, она безусловная. И мужчина, который у вас был, он вас именно поэтому не любил. Потому что, простите, стало вам условно. Безусловной, безусловной, любовь бывает. А вот условной любви, никогда. И вам нужно для себя спросить, в первую очередь, вот чего вы хотите. Вы жили без любви. По крайней мере, со стороны мужчин. Вы имеете представление о том, каково это? Вы хотите поставить повторение ситуации ради того, чтобы просто не быть одной? Если да, то делать, как мы уже сказали. Если нет, то напротив. Занимайтесь своими увлечениями. Как можно более активно. Общайтесь с как можно большим количеством, с как можно большим количеством мужчин. И, рано или поздно, вы при правильном подходе встретите того самого. Но для того, чтобы встретить того самого, необходимо несколько моментов учитывать. Первое. Это понимание того, что вы можете дать мужчине, как женщине. И что мужчина от вас хочет получить, как женщина. что вам нужно от мужчин. И можете ли вы дать мужчине то, что хочет он. На эти вопросы нужно ответить. И тогда, если с каким-то мужчиной у вас на все эти вопросы будет положительный ответ, то есть наибольший шанс, что все получится. И еще для того, чтобы сложились успешные отношения, нужно понимать некоторые вещи. Они довольно такие простые. Первое. Можно любить себя. Можно любить себя саму. Вы должны нравиться саму себе. Поэтому необходимо заниматься тем, что вам нравится, одеваться так, как вам нравится или так, как вам нравится. И тогда вы будете нравиться другим мужчинам. Но мужчины не захотят вас менять, которые настоящие и сильные. Они готовы будут принять вас, кое-какая вы есть. Следующее. О чем нужно сказать. При общении с мужчиной важно быть загадкой. Важно быть недостойким. Мужчинам очень нравится женщина завоевывать. Мужчинам очень нравится женщина разгадывать. И никогда мужчине не нужно давать понять, что вот все. И его вы принадлежите только ему и никуда не денетесь. Сделали это, по сути, поставили себя в риск. Риск того, что отношения могут закончиться так же быстро, как иначе начались. Вот следованию этим неслотным направлениям, вы имеете все шансы для того, чтобы обрести свое счастье. и вы знаете, отдельного момента заслуживают ваши отношения с мужчиной. Есть подозрение, что вы не до конца их пережили. Есть подозрение, что вы до сих пор сравниваете всех мужчин с ним. Есть подозрение, что вы до сих пор не отпустили отношения. И если это так, то этот момент нужно отсидеть, проработать и все-таки оставить в прошлом образ, который у вас есть, убрать, потому что он надуманный. Перестать сравнивать мужчин с предыдущим, потому что у них заведомо нет шансов против того, у кого уже нет, с призраком. И тогда вы сможете наконец-то обрести свое счастье. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, понравилось, то сделайте его лучшим. Буду благодарен.